За мной находится начало истории российского футбола, несколько оригинальных фотографий и видеохроники. Самые первые футбольные матчи, 1910 год, 1920, 1921 год, с начала всей футбольной истории в России, официальной истории в России. А вот эти плакаты, которые размещены на верхней части экспозиции, это подлинники или что? Это копии, снятые из плакатов? Практически все это подлинники, за исключением цитат, которые уже были в основном нами выбраны, цитаты комментаторов российских, это уже наш дизайн, наше производство, наших дизайнеров. Все остальное это оригиналы. А как удалось до сегодняшних дней сохранить оригиналы в таком виде? Спасибо частым коллекционерам, которые все это хранят, собирают. У нас оригиналы программы. То есть это же настоящий раритет? Да, да. Поэтому все с большими деньгами, за толстой витриной. Интересный момент в 1926 году, когда впервые играли в футбол на Красной площади. У нас есть как раз видеодокументация тех лет, когда на специально сшитом ковре футбол на глазах у Сталина, ковер расстилали и играли прямо на Красной площади. Официально этот зал носит название «Перерыв», но между собой сотрудники выставки называют его как «Зал белых богов». Но это, собственно, и неудивительно, ведь здесь собраны гипсовые фигуры поистине величайших футболистов советских и российских. Конечно же, на самом деле такая сборная никогда не собиралась и не выходила в таком составе на поле. Но кому бы из болельщиков не хотелось бы помечтать, чтобы в одной команде играли такие легендарные личности, как Стрельцов, Симонян, Блохин, а в воротах стоял сам Лев Яшин. Лев Яшину достаточно большое количество материалов посвящено на этой выставке. Есть аудиозапись, есть видеодокументация последнего матча 1971 года. С ним есть своя имя Яфтушенко, которое тоже посвящено Лев Яшину. Врата и выходят из ворот. Так что такая фигура, как Лев Яшин, подотатуировок на теле современной молодежи представлена здесь. Самый первый кубок СССР по футболу был в 36-м году. Играли Локомотив и Динамо в финале. Локомотив выиграл 2-0. Собственно, дальше кубок переходил. В 44-м году победителем были Зенит и так далее до конца советской эпохи. Теперь оригинал хранится в музее Спартака. Локомотиву удалось сделать реплику с этого кубка. Она перед вами. Полностью совпадает с оригиналом. Настоящий хрусталь, металл. Все как было в 36-м году. Эта часть выставки особенно бросается в глаза, что здесь представлено и в каком виде. Ну, как можно не постоять рядом, да? Здесь эти все татуировки и все образы соединяются в единой такой инсталляции. Здесь и Спартак, и Торпеды, и Локомотив, и ЦСКА. И женщины в том числе с прекрасными красными каблуками. Я надеюсь, что все эти обладатели турок, они все придут на выставку. Все попросили быть анонимными. Но, на самом деле, это, так сказать, не последние люди в российском футболе. Ну, я вам открою небольшую тайну. На этой выставке уже есть фанаты со своими татуировками, которые также можно было разместить здесь. Это посвящено московскому спартакуру. Да, Спартак. Спартанец, да, это радиатор. Да, знаю, знаю. Поэтому первые гости с такими же татуировками у нас в Союзе. Знаем. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!